И еще один актуальный вопрос, который в переносном смысле задала погода. Когда потеплеет в домах тюменцев? Мои коллеги уже выяснили, что паспорта готовности управляющим компаниям выдавать начали. Однако далеко не все дома прошли проверку тепловиков. Примерно где-то 30% не сдали работу коммунальным службам. Подробности далее. Вот и ступени, оба контура промывали. Каким способом? Разборным. Проверка тепловиков как экзамен. Инспектор строк. Главный инженер волнуется. Сантехник наглядно показывает, как дом к зиме готовили, а работали все лето. Каждую детальку разобрали и помыли. Все манометры, их здесь 150 штук поверили. Старые заменили. Не забыли и про самое главное. Вот так выглядят теплообменники. С ними связана одна из основных работ в подвале. Все потому, что именно они подогревают воду и теплоносители в доме. Коммунальщики полностью разбирают оборудование, снимают вот эти пластины, замачивают их в специальном растворе, очищают, а затем собирают и после сдают работу комиссии. Одних слов здесь недостаточно. Вода покажет, как старались. Если она прозрачная, значит и система чистая. За 9 месяцев отопительного сезона сети в доме забиваются. Внутри появляется накипь и ржавчина. Отсюда мутная вода из крана. Но это полбеды. Батареи могут перестать греть. Допустим, у нас ресурсоснабжающая организация подает 80 градусов. Так образно рассмотрим. 80 градусов. Теплообменник будет забитый. То, соответственно, через него будет уже проходимость. Водонагрев будет меньше проходить. Если 80, грубо говоря, приходит у нас, то потери будут градусов 20-25. С начала лета тепловики проверяют дома, больницы, школы, офисные здания на готовность к зиме. Всего в списке 6 тысяч объектов в Тюмени, а инспекторов всего 20. И ведь не всегда с первого раза им сдают экзамен. Есть еще те дома, которые, например, управляющая компания сдалась, но не все объекты, то есть частично. То есть они стараются, они тоже. То есть у управляющей компании большое количество объектов, то есть много домов. И сдают все равно постепенно, потому что в две недели не успевают все сделать. По возможности сдают. Возможность отчитаться за летнюю работу есть и до 15 сентября. Тем временем 70% зданий Тюмени прошли проверку и получили на руки заветный документ. Он дает право на паспорт готовности к зиме. Их, кстати, уже начали выдавать. Евгения Зубцова, Павел Михайловский, Тюменское время.